Дальше отяйствовать будем мы Дальше отяйствовать будем мы Добрый вечер, уважаемые наши зрители! Мы присутствуем в ресторане Антрикот у знаменитого петербургского ресторатора, человека и прожигателя жизни Прожигателя жизни, это сильно сказано? Господина Арама Мнацаканова Он сам открывает бутылочку Grand Cru Бургундского для гостя Для того, чтобы все это пошло как-то Для того, чтобы это как-то все лучше пошло Чтобы вы сильно сильно не давитесь Мы тут хамон и так далее Но тем не менее, мы будем ужинать Потому что вы знаете, мы предприниматели, люди занятые И нам некогда особо интервью брать Но вот во время ужина мы себе такое можем позволить Поэтому у нас будет интервью Совмещенное с дижонской уткой Бургундским, так сказать, Grand Cru И Арам Мнацаканов, прошу любить и жаловать Привет, Арам Привет, мой дорогой Спасибо большое тебе за то, что ты меня пригласил На твиттер пришел один вопрос Говорит, а почему Мнацаканов они мне занят? Мнацаканян? Да, сразу Первый вопрос На самом деле, это же давно еще Видимо, это было где-то там, я так понимаю, в 20-е годы Потому что я так понимаю, что Мнацаканов на самом деле Не наша фамилия А деды поменяли ее, потому что была революция И Мнацаканов такая достаточно распространенная Мнацаканян, да? Как ты говоришь в оригинале Она распространенная фамилия армянская И для того, чтобы как бы раствориться Спрятались Да, не уехали в Париж А поменяли, я так понимаю, фамилию, чтобы не поубивали всех И придумали вот это русскоязычное окончание То же самое, что делали и азербайджанцы Даже президент страны, там, Азербайджан Алиев, условно говоря В оригинале Ализадель Вот, то тогда русифицировали Ну, все это делалось в целях каким-то образом уберечь близких Пойдем, пойдем Спрятались чуть-чуть А, хорошо Расскажи, пожалуйста, вообще про себя Про становление где-то, чего, откуда начал Мы тебя все знаем Даже мы питерские люди Раз такое выскочил А вот где-то раньше был Ну, я как бы учился в Нахимовском училище О, напротив Авроры Да, не доучился там Потому что я не хотел быть офицером военно-морским И потом ушел в институт Лиси, инженер-строительный институт По специальности инженера по ремонту автомобилей Ну, тоже не закончил Ну, в четыре года проучился Потом два года армии Какие годы была армия? В 85-й, в 87-й Ага, ну, это как я, ровно Да, ровно как ты Я почему-то считал, что моложе меня Ленинградский военный округ был здесь И под Петербургом Потом была Кандалакша Ну, то есть, вот так вот На севере более-менее На северо-западе Хорошо вам, как вы тут все с Питера служили рядом Да А нас два локтя по карте Раз В Владивосток Закинулись к Кемерову И все К Русский остров? Ну, рядом Находка там Ну, я с благодарностью вспоминаю На самом деле, меня сейчас спрашивают Что Какое Кто вам в жизни Кто был вашим учителем Знаете Как ни странно Такого отдельного учителя не было Очень много мне дала армия Что нет ничего бесполезного Нет бесполезной работы Есть просто время, которое течет Это должен Отнестись к философски Все время заставляют Красить, переграшивать Убирать, перевыбирать Убивать время Да, убивать время Да, таким образом Хотя есть в этом большой смысл После армии что делал? А после армии И вернулся перестройка, началась Да, перестройка началась А я работал Вот И работал в автобусном парке Потом еще Работал немножечко водителем Год, наверное, или полтора А потом ушел в кооператив К своему товарищу Которая Как они называются? Торгово-закупочные кооперативы Это кому-то интересно Это кому-то интересно Тут как раз все спрашивают При тебя в частности Они говорят Пусть расскажут о становлении Как он к предпринимательству пришел А то все к тебе приходят В передачу Бах Там миллион Тут миллиард Там работал Тут продавал Тут И как бы они Не понимают Вот как бы Вот это вот Как произошла вот эта Метаморфоза Между мальчиком Который по улице Гороховой бегал Так сказать Пять копеек Думал заплатить за автобус Или бесплатно Зайцем проехать Между тем Что он сидит И вино бургундское пьет Понимаешь Вот как ты Ну Винок бургундское Я пью там По праздникам Не могу сказать Что я его каждый день пью Потому что У нас всегда В праздник Праздник У нас всегда Я могу Могу тебе сказать Откровенно Что Метаморфоза Произошла Я очень поздно Стал Самостоятельным Бизнесменом Да Вот такого Сразу вдруг Не было Сколько тебе было лет Наверное Сколько лет Я наверное Лет 12 Самостоятельный Бизнесмен А мне сейчас 48 Значит 36 Вау До этого Я был нанятым Работником Да ладно Да Тем более Редкий экземпляр Тебе надо Рассказывал Да Ну вот И там Я после того Как я служил В армии 36 лет Ты просто работал Нет Ну я работал Я работал Управленцем Бонусы получал Получал бонусы Да И учился Учился Очень многому Учился И научился У нашего товарища Андрея Кузьмина Которого ты знаешь Я у него и работал В принципе Потом был партнером Небольшим у него А до этого Еще я был Семь лет Президентом Федерации Тенниса Нашей Петербургской И я привел туда Турнир Санкт-Петербург Окванд Все эти То есть я был Менеджером Так сказать Теннисным Организатором СКК Который проходил СКК Я начал С того Что сделал Открыть Почтение России Очень интересное Потом Матчи Кубка Дейса Потом мы получили Право На этот турнир Был первым Директором Турнира Первые два года Потом Я понял Что все-таки Общественная работа А это такая Общественная работа Президент Федерации Тенниса Она все-таки Подразумевает Не остается Результатов труда То есть Турнир прошел Ковры свернули А мне хотелось Чтобы после меня Что-то осталось Я очень долго думал Чем бы заняться Товарищ мой Предложил Возглавить Вот эту ситуацию Связанную С импортом вина В России Это только начиналось Я стал Директором компании Которая импортировала Вина в Россию Марин Экспресс Марин Экспресс Вот ты Четко понимаешь И после этого Прошло еще Наверное Года 4 И я понял С клиентами Моими Были естественно Рестораны и отели Кто потребляет Я видел их Этих хозяев Этих рестораны Этих управленцев Вот непосредственно Близи Как они платят Чем они занимаются Я Честно говоря Был очень удивлен Потому что я Ездил по миру Я видел это И с теннисом Ездил много по миру И с вином Много ездил по миру Я видел Как это должно быть И как это мне нравится Но К сожалению Я так Ничего того Что Я видел В Италии Например Что мне нравится Здесь я найти Не смог Мне казалось Что очень можно Придумать Простой подход И я придумал Тогда эту пробку Где было много Вин Которые все Открывались Десять лет Десять лет Что себе Да Уже Никогда бы не подумал Что пробку В этой Самое интересное Что со мной Начинала моя дочь Которая была Двенадцать лет И сын Которому было Пятнадцать лет Сейчас До четырнадцать Сейчас дочери Двадцать три Сына двадцать пять Вообще То есть А я не изменился Всем рекомендую Пробки все бывали Это для москвичей больше Это андрепод Здесь очень хорошо Приедете в Питер Сразу сюда Да Ну вот это единственный Наш французский проект Потому что все остальные Итальянские И вот это и произошло Что вот так как-то Вдруг в какой-то момент Я понял Что надо Вообще стать Перейти из этого качества Когда ты управленец В качество Когда ты Вдруг становишься Хозяином своего бизнеса Да Небольшого Маленького А где деньги взял На ресторан Вот накопленные Я продал квартиру На самом деле Честно тебе говорю Тогда я продал квартиру Рисковал Рисковал Да Продал квартиру И плюс мне помогли Мои товарищи Вот важно Чтобы в жизни любого человека Были такие друзья Которые говорят Они мне не то что деньги дали Они мне сказали Слушай Тебе все что будет нужно Только скажи Мы тебя поддержим Вот главное Ты смело Иди вперед Ничего не бойся Это не понадобилось Но ощущение Что тебе Говорят Что иди вперед И мы тебя поддержим Оно Дорогого стоит На самом деле В этот момент Ты делаешь Какой-то качественный Рывок Ну у меня Так складывается Нет рецепта В этом никакого Потому что Многих складывается По-другому И В принципе Я нашел себя В этом То есть Мне Мне нравится То чем я занимаюсь То есть Это такое Продюсерство Только ресторанное Когда ты понимаешь Что ты можешь взять Вот это 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 Этого повара Сделать Этого дизайна Что получится Атмосфера Это такое А потом Придут люди Заплатят деньги А еще лучше Что придут люди И Ну даже не лучше А как бы Трогает Очень Если там В твоем ресторане Вот не было Этого места Ничего не было А потом Через год Ты узнаешь Что приходит Некая пара Говорит Мы хотим Здесь отметить Вдвоем Просто отметить Наше Бракосочетание Потому что Мы здесь Познакомились И ты понимаешь Что ты не сделал Б это место Может эти люди Никогда не познакомились Ну это приятно На самом деле А потом Второй Какой был проект Ресторан А второй После пробки Был Макароны Были Которые были На Руменштейна И до сих пор Они молотят Девять лет Как будто Там уже На этой улице Уже 40 ресторанов Тогда было Три Когда мы открывали Был Молис Напротив Помнишь Бакароны Молис И пустая улица А сейчас 40 ресторанов Это радует Что все-таки Как-то жизнь идет вперед У меня появляются Какие-то новые люди Новые рестораны А вот схвалили Мне на твиттере писали Рыба-рыба Где это? Рыба Это прямо у телебашни У Катеверовского моста Ну это такой проект Очень хороший У меня же все проекты Да Наверху У меня все проекты Они такие Большие тратари Так скажем Единственный ресторан Как ресторан Вот такой ресторан Ну конечно Пробка Ильгра Место куда Такое культовое Получилось Ну так специально Не придумать Оно получилось И получилось А этот Как открыл Итальянец Все-таки С Новиком Первый заход Новиком Итальянский ресторан Как они получились? Франческо Да Получилось Я думаю Что Не конкурент А не тебя Вот сейчас Ты как раз Попробуешь Конкурент Они мне Это французская кухня А какая разница Слушай Я тебе могу сказать Вопрос Для меня вообще Вопрос Вопрос Востоять Только один Вкусный Или невкусный Как конфит Это конфит Да Единственное Что ты можешь Начинать есть А я тебе расскажу Задай длинный вопрос Потому что Еду надо есть Горячую Сейчас начинаю Длинный вопрос Ты начал Про конкуренцию Расскажи Вот про этот Конкурентный Ландшафт Все-таки Что происходит В Петербурге Что ты думаешь Про петербургский Ресторанный рынок Против Московского Ресторанного рынка В чем там Так сказать Ты видишь Плюс можешь Меня спросить Про киевский Ресторанный рынок Потому что Я сейчас Открыл ресторан В Киеве Я только Я про самолет Про киевский Спрашиваю Ну и конечно же Про конкуренцию Про гинзу Что ты думаешь Потому что Их вот этот Совершенно Ну я со стороны Феноминальный Вот такой То есть Знаешь Я не верю Как сказала Моя передача Коля Фоменко Про ее мобиль Гарри Поттер Пришел Папом Я вот такой Не верю Так это Я смотрю на гинзу То есть Что-то тут Ну против Закона физики Что-то Они просто Всех убили Везде И не только В Москве Но и в России По сути То есть Что ты думаешь Про гинзу Про вообще Про ресторанный рынок Про конкуренцию И про ресторанный рынок С точки зрения Конкуренции Ну вот Сказывай Я пока попробую Ну видно Что уже по-французски Я неделю Неделю Соврал Месяц назад Был в Ле Тур Жордан Кушал конфи Там как раз Да Ну как там Понятное дело Похоже Но у нас подешевле Ты можешь это ценить Когда мне знаешь Когда мне говорят Что Кто для вас Все-таки Для меня Люди Которые Не ценят Деньги Не являются Моими клиентами Мне кажется Что все-таки Мне кажется Что люди должны В том числе Быть благодарными Мне за то Что я делаю Такую еду За такие деньги Я не посмотрел Цены Поэтому Я думаю Что долларов Наверное 17 долларов Ну это да Это солидно Потому что там Это было 40 евро Наверное Минимум Поэтому Что ты думаешь Про конференцию Я сейчас тебе расскажу Откровенно Ничего не скрывая На самом деле Конечно Учитывая Что рынок Ну это петербургский рынок Московский Большой рынок Здесь поменьше рынок Гинза Вот ты говоришь Да Вот успех Гинза Гинза сумела попасть В 8 Почему они такие успешные Ну потому что они отвечают Как бы Они отвечают Требованиям Большинства Платежеспособной публики Большинство Большинство Благодаря способной публики Она такая Для которой Делает гинза Рестораны Я понимаю Они в этом Как бы Нет Они же не Самое интересное Что им нравится Это публика И они делают То что им нравится И это самое главное Потому что я не смогу Это сделать Я не смогу Сделать рестораны Я не знаю С корьянами Я не смогу Сделать рестораны С телевизорными Фэшн ТВ Я не смогу Сделать Ресторан Почему-то мне все-таки Хочется Чтобы ресторан Был Все-таки 90% Атмосфера Была еда И 90% Атмосферы Было Общение людей Сидящих вместе Моя позиция Какая Что есть надо С теми людьми Которых любишь И не отказывать Себе в этом Никогда И завтракать надо С теми людьми Которых любишь И обедать Надо с теми людьми Которых любишь И ужин Это моя позиция Чем чаще Ты делаешь Что ты Значит На самом деле Ты богатый человек Ты можешь Себе это позволить Потому что Основная часть Других людей Не будем говорить Да Это клиенты Гинзи Они едят Вынужденно Они вот сидят Слушают какие-то Тосты бессмысленные В больших компаниях Это для меня Это потеря времени Абсолютная И плюс То что я делаю Я всегда делаю для себя То есть я вот этот Хамон делаю для себя Эту утку делаю для себя Мне она нравится Вот так я подаю хлеб Вот так я подаю И я считаю Что те люди Которым тоже это нравится Они должны ко мне присоединиться То есть она потребна Так сказать У вас не работает Да К сожалению Наших потребителей Меньше Чем Те Которые у Гинза Но В этом отношении Я никогда бы не смог Стать их конкурентом Я не могу сделать Ну как бы Ну вот Знаешь Я должен любить Эту публику Та публика Которая Ну знаешь Мне Невозможно Всем нравится Я хочу собрать Единомышленников Сидеть у нас на даче И вот когда мы приедем Тогда нам приготовить И вот итальянец Два месяца Выдержал Сбежал Он говорит Слушай Я за два месяца Три обеда сделал Все время сижу Жду Приедут они Не приедут Я не могу так жить Даже за такие деньги Ну как бы Мне нужно Мне нужен ответ Респонс Да То есть людей Глаза Горячая Спасибо тебе за эту еду Ты знаешь Как это в Италии происходит Ну Это Это невозможно И даже люди Это 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 все перекрывает И деньги И все что угодно Потому что Это И в этом есть Счастье Да Какое-то жизни Потому что Ну здесь Той пара Ботинок не переносишь На трех машинах Не переездишь И хочется Счастливо жить А разница Между Москвой И Петербургом Разница Международным Бизнесом Разница Разница Международным И Петербургом В том Что Конечно В любом Сегменте Гораздо шире Предложения Там Там Намного Больше Хороших Интересных Новых Мест Там Есть Все-таки Несмотря На что Отвечает Петербурга Средний Класс Ну Большем Количе Скажи Больше Я тут Давно Не был На рынке Здесь Перевиван Хотя Это Неделю назад По ночной Москве Так сказать С точки зрения Ужина Вечерней Даже Москве Я был В шопе Открываются 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 И Одно Другого Круче Прям Заходишь Вау Заходишь Вау Мне кажется Уже И Лондон И Нью-Йорк Они уже Отдыхают Просто В Москве Творится Такое С ресторанами И что Характерно Там Люди Сидят Уникальный Рынок Совершенно Москва Да Уникальный Рынок Но Надо Сказалось Бы Все Открыто Все Открыли Там Новиков Гинзы И открывают И открывают И какие-то Проекты Все Безумные Какие-то Крыши Там Другой Вопрос Что В Москве Средоточены Ну Как ты думаешь Сколько процентов Российских Денег в Москве Там есть Статистика Ну Примерно От всего Нашего Я думаю 70% Ну Надо Чуть Больше Друзья Я же понимаю Что Тут же Надо Как-то Реинвестировать Диверсифицировать Там Люди Ходят В рестораны Это Правда Я вот Сегодня В Питере Цел день Провел Зашел Днем В пару Ресторанов Людей Нет В Москве Кажется Кого нет Там Культуля Завтрака Есть Завтрак Огромная История Я правда Завтракаю Но Хотя Ну Пушкин Вообще Такое место Культовое Но Все равно На завтраке Там Специально Приезжают Встретят Всех Я поехал На завтрак В Пушкин Опять Месяц назад Битком 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 Хотя Меня позвали Я не езжу А почему Вот это Вот Или Или культура Какая Север Там Деньги Плюс Другой уровень Конечно Культуры Людей Больше Потребителей Вот именно Которых Понимают Которые Знают Что Они Как Хотят Больше Больше Людей Просто И Потом Ты же Понимаешь Что же Происходит С лучшими Где Лучшие Наши Они В Москве Или В Италии Я не знаю Где Они А какой Самый Прибыльный Ресторан Петербурга Ты думаешь По твоим Таким Прикидкам Я Хурма Хушлома Не знаю Как они Называются Любитейка При той Себестоимости Продуктов И той Себестоимости Рабочей силы Которую Они Берут Я думаю Что Они Самые Прибыльные Вот Потому что Они Выпускают Вот эту Еду Которая Очень Понятна И Любима Нашим Народом Средняя Азия Ну А если Хотя бы Убрать Вот это Я понимаю Что А если Говорить А Какой-то Бренд Чтобы Был Ну Такого Уже Более Апскейлового Класса Все съел Вообще Ничего не оставил Ты видел Это Те рестораны Которых Ты знаешь Вот они Они В правильных местах Правильно сделанные Большим количеством Народа Думаю Что это Как бизнес-модель Очень успешная Я понимаю Правильно ли Я понимаю Что ты Партнер Михаила По Боско В Петербурге Да А как Вот это Случайно Ресторатор Мы все Поняли А вот С Боско А это Случайно Случайно Получилось Я уже Был Ресторатором Сложившимся Да Заведениями И Приехала моя подруга Инга Да Да И она нас Познакомила с Мишей Он пришел в пробку Он был в Эльгра Полода В пробке И мы Сразу Как-то Вот мы с ним Подружились Ну и вот И она Он пришел ко мне Мы буквально Достаточно было Двух ужинов Мы подружились А у него Начинался Здесь На ноги Становится бизнес Появился Первый магазин На Невском Да Вот Кинзо Максмара И Я ему Помогал Какими-то вещами Такими Общечеловеческими Там Ну На уровне связи Каких-то Что-то помогал И вдруг Через какое-то время Он говорит Слушай У меня есть идея Такая Давай Я тебя сделаю Главным По Боско В Санкт-Петербурге Говорю Миша У меня свой бизнес Какой главный По Боско Он говорит Ну у тебя же есть 20 минут в день 20 минут в день Публика Очень пересекается Клиенты моих ресторанов Они же клиенты Боско То есть Те кто ценит качество Те кто ценит Размеренность Те кто ценит Историю И те кто Действительно Любит Чтобы Все было Перфетто Да Как говорится Чтобы Это имело Действительно Такой Законченный Вид И Безукоризненно Упакованный И за этим Стоит какая-то Личность Всегда есть Человек Я не знаю Ты возьмешь Любое мое меню В любом моем Ресторане Там стоит Мой Персональный Мой email Люди мне пишут И я им отвечаю Потому что Я считаю Что Люди должны Знать С кого спросить И что спросить Я не понимаю Иногда ресторанов Которые Я не понимаю Кто хозяева Сейчас уже Твиттер надо поставить Более модно Твиттер Ну у вас Какие-то есть Там Профит шеринг То есть У тебя Как говорят У нас в России Доляна Да Да Конечно Я младший Партнер В Санкт-Петербурге И Я Ну помимо Это больше Немножко Чем младший Партнер В Санкт-Петербурге Дело в том Что Я Мишу Поддерживаю В любой точке Земного шара Так же Как Миша Я тебе могу сказать Поддерживает Все то Что я делаю И не просто Даже словами Почему так редко На его вечеринках В Москве Я тебя В общем-то Не видел Я Знаешь На самом деле Он проводит Колоссальные Лучшие вечеринки Я ему это сказал Когда он был В моей передаче Что В общем-то Ничего тут В этом нового нет Но тебя Я почему-то Не помню Во всяком случае Ну нет Если Бывал Есть Не Если брать Раз в год Я бываю Два раза в год Я бываю Сейчас Я Вылетел В Сочи Не долетел Потому что Тогда был туман Когда сажали Деревья Вот Ну плюс Мы сейчас Открывали Боскоспорт В Украине Вместе Плюс Новый год Мы сейчас В Сколково Были вместе Нет Какие-то вещи Все я не могу Просто физически Я просто Не могу Я тебе могу Сказать честно Такой род деятельности Который вот у меня Да Скажем Рестороны Такое количество Общений Которые Такая публичность Энергии высасывает Не, не энергию высасывает То есть Вот Например, когда говорят Пойдемте Там много людей Там вечеринка Наоборот Мне хочется Пойдемте Там нет никого Да Поэтому Я их здесь все вижу Я их знаю Я их люблю С ними Встречаюсь Занимаюсь А сколько у тебя Ресторанов Всего девять А оборот Какой у всех девяти Ресторанов Бизнес-секреты Напоминаю Передача называется С Олегом Я не скажу Нарски Не хочу Не хочу врать Несколько миллионов Долларов В год ты имеешь Наверное, да Наверное, да Но Что больше Ресторанный бизнес Или бизнес Или то, что тебе приносит С Боской истории По доходам Наверное, рестораны Рестораны? Понимаешь, я тебе могу сказать Что когда мне начинают Говорить про ресторан Что у меня такой ресторан Просто это что Вот твой ресторан Называется В спорте Называется Смотри табло Это ресторан Был битком забит Это там постоянно Происходило Какое-то движение Он был передовой В части Я не знаю Простого подхода К еде Незамороченности Недорогих цен Да Но в целом Это было такое Прорывное место В то время Снимаю шляпу Другой вопрос Что ты сумел Это организовать Ты же сам не ресторатор Вообще не понимаю Да И все равно Ты сумел это сделать Это действительно Я тебе могу сказать Снимаю шляпу Потому что обычно Это все разворовывается За минуту У тебя это держалось Сколько лет? 10-15 10-12 Да Почему я тебе скажу Что мы открылись в кризис И за год Отбил все деньги Миллион долларов Вложили Открылись мы 1 августа 98-го года Смешное время Гениально, да? 1 августа 99-го Все деньги вернули Миллион долларов В кризис За год отбился Такой интересный был проект Да И какие музыканты Приезжали Разные интересные Нет Ты молодец Я тогда не был Ресторат Смешно 2001-й Язда Еще Ты меня спрашиваешь Еще о чем-то Ну я такой Ресторатор Тоже Я скорее Такой Инвестор Ну я там близко стоял Поражен Тому Что в штатном Расписании Оказывается Надо там 7 поваров Там в таком-то цеху А там 12 Там мертвые души Где-то были У тебя Я так понимаю Ты помнишь Рассказывал Ну да Возможно Я понял О чем речь А там Или писали Вторую Взрывы И вырвали Из контекста Я понял О чем ты говоришь Я говорил Следующая вещь Что Когда по советскому Сценарий Должен был быть Рыбный зал Да Должен быть Мясной зал Все это должно быть Отделено Какими-то перегородками И везде должны работать Такое-то количество людей Да По советски Вот этой технологии А мы как раз По нормам По нормам Так мы когда Согласовывали ресторан Вот мы его согласовали А потом Что мы сделали Мы все это поломали И сделали Как это должно быть У нас Чтобы это работало Как это работало Вот я наверное Это говорю Что касается Воровали И приписанные люди И это тоже Кстати не исключает Почему Потому что В конце концов Когда я вот Он был один На Казанского Здесь за углом И я стоял над ним Как папа Там все было четко Когда у меня В итоге стало Я тебя удивлю Двенадцать И они были По всей разбросаны Екатеринбург Самара Сочи Нижнего Там Естественно Там уже муть Началась Там были И приписки И воровство И все что ты хочешь Я в этом Нисколько Не сомневаюсь Ну на самом деле Сделать ресторанный Бизнес масштабный Да Это Это Либо Максу Это Макдональд Это Другое Потому что Мне говорят Что Сделайте Сеть Да Я говорю Зачем Нет В этом Я не смогу В сети Как бы знать Сотрудников А у себя Я знаю Всех своих сотрудников Да Вот Кстати Вопрос Из Twitter Почему В ресторанах Менеджеры Из официантов А управляющие Сажают своих Сверху У меня Такого нет Я тут Не написано Что это Про тебя Но тебе вопрос У меня Сот своих Пытаются На самом деле Это одно Из другого Вытекает 500 500 раз Во всех Интервью Сказал Мне говорят Секрет Вообще Бизнес Я говорю Секрет Бизнеса Наверное В том Чтобы Понять Самое главное В ресторане Самое главное В ресторане Это люди Которые В нем Работают Ты можешь Купить Стены Купить Рояль Хороший Посуду Хорошую Что угодно За этим Все равно Должны Стать Люди Которые Готовят И За тобой Ухаживают И это Самое Главное На самом Деле Поэтому Я Всегда Считал Что Инвестировать В людей Надо И Надо Своих Людей Беречь Надо О них Заботиться Чтобы Они Чувствовали Лопти И Так как Готовых У нас Специалистов Нет Ты же Понимаешь Что У нас Нет Такой Профессии Ресторатор Она Недавно Повар Вообще Профессия Такая Что Если Где-то Скажешь Что Ты Повар Например Не Я Скажу Молодой Чик Сид Я Ты Свет А Они Смотрят Такой Мудак Что Ничего Нигде Не Сможет Сделать Стал Повар А Представляешь В Англии Я Повар Это Другая Постановка Вопроса Ты Кормишь Людей Это Такая Миссия Хор И Работаю Я Тебе Могу Сказать Откровенно Вот Например Недавно Мы Провели Очень Смешно Мы Провели Такую Условную В кавычках Лотерею Мы Дарили Всем Такие Листочки Билеты Всем Кто Там Ходит Есть В Течении Двух Месяцев И Чем Чаще Ты Хочешь Чем Больше Билетиков У тебя Или У Твоих Детей И В Мае 15 Мы Разыграли Веспу Я Люблю Веспу И Мне Кажется Это Хороший Образ Для Итальянских Ресторанов Мы Разыграли Среди Людей Веспу Красного Да Причем Сразу Получили Предписание От Налоговой Инспекции Что Мы Незаконно Произвели Развитарею Слушай Вот Это Тоже За Грани Понимания Люди Которые Не Понимают О чем Дет Речь Но Точно Такую Веспу Я Разыграл За неделю Для гостей Для своих Сотрудников Я Забрал Всех Своих Сотрудников И Разыграл Для них Такую Веспу Барабан Вытаскивали 37 Фамилий На рулетку На номера Рулетки А потом Крутили Барабан И Шариков Это Такое Было Абсолютно Честно Кому Досталось Кондитеру Девочке Кондитеру Из густо Досталось Счастливая Да Счастливая Вопрос В том Что Я Показываю Своим Работникам Что Они Для Меня Важнее Или На Одном И Что Гости И Они Я Не У нас В ресторанах Нет Карточек Нет Скидок Ты Знаешь Мы Никогда Этого Не делали Мы Не делим Клиентов Единственные Люди Которые Имеют В нашем Ресторане Скидку Это Человек У которого Есть Удостоверение Нашего Работника Вот Если Он Пришел С Наши Московский Я Могу Сказать Что Это Миф На Самом Деле Миша Очень Прагматичный Бизнесмен И В этом Отношении Те Проекты Которые Убыточные Они Закрываются И Если Вы Посмотрите Историю Боска Вы Увидите Какие Магазины Закрываются Мы В этом Не Видим Никакого Знаешь Есть Люди Говорят Слушай Ну Это Же Наша Реноме Наша Репутация Надо Признавать Свои Ошибки Бизнес Это Ответственность Бизнес Это В том Числе И Ошибки Которые Ты Делаешь Надо Вовремя Говорить Так Все Чемодан Без Ручки Надо Выбросить Не Надо Его Тащить На Горбу Скажи Мне Еще Мы Все Канва Такая Молодежь Учится Принимателя Вот Он Начал Только Вот Как Ты Считаешь Где Ему Правильно Не Облажаться Что Что Очень Важно Не Сделать То Чтобы Потом Не Звезли Я Могу Сказать Однозначно Для Меня Один Принцип Надо Надо Делать Только То Что Сам Безумно Любишь Никогда Сколько Тебе Не Предлагали Не Делать То Что Идет Против Твоих Принцип Воли Ощущений И То Что Не Приносит Удовольствия Понимаешь Потому Что Это Будет Провально Вот Я Тебе Могу Сказать Честное Слово Надо Заниматься Тем Что Тебе Приносит Радость Вдовлетворение Даже Если Ты При этом Ничего Не Заработаешь Ты Хоть Радость А Если Заработаешь Ты Будешь Самый Счастливый Человек А Если Ты Будешь Заниматься Тем Что Тебе Противно Не Нужно Но Этим Надо Заниматься Выгодно Открывать Маргариновые Заводы Это Все Ерунда Надо Складывать Мы же С тобой Всегда Чувствуем Машина Мини Купер Есть Любовь В этой Машине Наверное Есть Которая Сделана Или Пол Смит Делает Одежду В этой Одежде Есть Любовь Или Я Не Знаю Десерты Или Шоколад От От Жиром Здесь Или Во Франции Там Ле Дуре Есть Ну Ты Всегда Чувствуешь Когда Там Есть Любовь Понимаешь В этом Продукте Молодому Говорю Слушай Делайте То Что Вы Любите И За Что Вам Никогда Не Вы Сделайте Ошибки Но Никогда Не Разменивайте А Ты Считаешь Что Большое Количество Людей Половина Больше На Сам Деле Считает Что Мы Не Предприниматели И Рад Богом Имеет Смысл Попробовать Или Ты Считаешь Что Если Нет Каких Ощутей Не Надо Насиловать И Мучить И Пытаться Потому Что Сейчас Тренд Который Я Лично Очень Люблю По Тренд Тренд Наш Тренд Юности Где Было Там Ширнуться Там Понюхать Там И Все Прочее Сейчас Я Вижу Тренд Что Мне Очень Радует Это Заработать Денег На Сам Деле Он Такой Позитивный Где Ты Считаешь Это Два Подхода На Этот Шаг Нужно Решиться На Сам Деле То Что Касается Квартир Потому Были Люди Другие Они Продавали Квартиру А Потом Покупали Какие Акции Или Пытались Сыграть На Бирже Это Тоже Предпринимательство Да Ну Вот Это Например Это Такой Риск Ребята Это Красное Черное И Вы Должны Понимать А А когда Ты делаешь Ты Берешь И Ты Хочешь Создать Продукт Некий Да И Это Тот Риск Который Наверное Я бы Пожелал Рискнуть И Оправдать Риск Во всяком Случа Вам Не будет Не Будет Не Стыдно Не Обидно Вы Сделали То Что Вы Хотели Другой Вопрос Ответственности Вы Должны Всегда Понимать Что Мера Ответственности Наемного Работника И Мера Ответственности Потому Что Продавая Квартиру Хотя Вы Не Перед Своей Семьей Да Ты Не Один Там Эта Квартира Не Тобой Была Заработана Не Мною Точно Родителям Наверное Ну Вот Поэтому Мера Ответственности Она Уже Должна Быть Несколько Иная Человек Должен Быть Взрослым Уже И Понимать Что Он Берет Это Не Шутка Огромное Счастье Я Еще Раз Говорю Быть Личностью Или Друзей Которые Тебя Поддержат Это Очень Важно Как Преодолеть Лень Скажи Лень Лень Хочется Поспать Полежать Ни Хера Не Делать Как Ее Преодолеть Что Мотиватором Является Для Меня Мотиватором Являются Женщины Женщины Больше Нет Секс Просто Женщина Секс Ты Уже Конечная Завета Шучу Конечно Но Я думаю Что Для Мотиватор Женщины Надо Проявить Себя Так Чтобы Быть Действительно Интересным Что Интересует Женщин Как Ты Думаешь Наверное Успешные Люди Интересуют Женщины Хороший Ответ Мотивация Женщины А Для Женщины Мужчина Для Девушки Девушки Более Широко Понимаешь Девушка Это Основа Мироздания Я считаю Семья Детей И При этом Не то что Семья Детей Сидит дома У окна И воспитывает Детей А гармонично Очень существует Просто продолжает Наверное Род Радует Того Человека Который С ней Вообще Это все Нет рецептов Готовых Я вот То, что Говорю Это для Меня Для Для Мотиватора Мы хотим Понять Кто Равный Цакар Каков Его Внутренний Мир Внутренний Мир Абсолютно После Бутылочки Хорошего Вина Абсолютно Просто Я думаю Что Надо Жить Стараться Жить С удовольствием И если Тебе За Это Еще Ты При Этому Зарабатываешь Деньги Давай Какое Счастье Вообще Мой подход Совершенно Детский Я считаю Что Надо Хулиганить Проказничать Получать Удовольствие От жизни Быть Смелым Любить Заходите Любить 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 Людей Понимаешь То есть Не 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 Мелочиться Нет Очень Многие Люди Думают Сейчас Я буду Делать То И Наконец Наступит То Никогда Не Нагай Вот Это Уже Наступило Живите Уже В реальной Жизни Не Надо Тест Лайф У нас Тем Более У нас Осталась Небольшая Заключительная Часть Программы Так Такова Гость Приглашенный Я И Миша В это Делал Твой Коллега Партнер Из Боска Смотрит В камеру Напрямую И обращается Уже Не беседует Со мной А к тому Который Сидит И думает А так же Ему Жить В этой Жизни Ему Всего Лишь Сколько Сыну Сыну 25 25 Ну Можешь Взять Чуть А дочке 23 Можешь Взять Дочку Дочку Или даже Ее Более Молодую Подругу Да Или Вот Обратиться К ним И Вправить Им Направить Мозги Наверное Неправильно Звучит Ну Посоветовать Что-то Ребят Смотрите Моя Позиция Такая Олег Сначала С удовольствием К тебе Позиция Очень Простая Не бойтесь Ошибаться Не бойтесь Ошибаться Делайте Сами Не надо Ни на кого Рассчитывать На Папу На маму На их Компанию Сделайте Этот шаг Вырветесь Покажите Что вы можете Сделать Сами То Что вы Плохой Повар Плохой Официант Плохой Инженер Плохой Дизайнер Плохой Архитектор Плохой Вы Неплохой Человек Просто Вы не Нашли То Что Нужно Именно Вам И то Что Будет Делом В вашей Жизни Вы Ищите Вы можете Делать Ошибки Не бойтесь Искать Никогда Никому Не врите И вы Будете Уважаем Я вам Гарантирую Кстати Последний Вопрос От Твиттера Какие Есть Бизнес Идеи Для Молодых На Сегодня Рам Не Я Честно Говорю На Вскидку У меня Нет Бизнес Идеи У меня Периодически Какие-то Идиотские Бизнес Идеи Типа Почему Вечером Я В Лондоне Получаю Вечернюю Газету И Она Мне Интересна Выходят Люди Говорят Вечерняя Газета Я Все Узнают А Ты Можешь Поздно Вечером В ресторане Ты Замечал Это Да И Думают Слушай Что же Тут Вообще Нет И Нет Да У нас К сожалению Нет Никакого Интереса К этому Поэтому Бизнес Идеи Опозорюсь И скажу Что К сожалению Сегодня Вечера Уже Когда Уже Картон Уже Ударил В голову Хорошая Была Идея Вечерняя Бизнес Газета А Чем Не Не Нравится Супер Бизнес Идея Да На Этой Вечерней Ноте Мы Будем И Заканчивать Спасибо Тебе Большое За Вино За Ужин За Прекраснейшие Конфи За Утку Ну Че Я Зря Это Расхваливать Рассыпаться Рассыпаться В дефирам Не Реально И то И то Другое Меня Убило Убило Вот Они Разоряют Нас Я Еще Яблочный Торт Это Вообще Просто Вкусно Добро Пожаловать Петербург 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 Лучший Город России Спасибо Спасибо